так друзья как видите открываю сделку на покупку по евро доллару пока что нахожусь в обработке вот видос монтирую очень смотрите вот попробую показать big скальпер надеюсь более-менее здесь все видно да а мы ударились в уровень грубо это уровень открытия по моему предыдущего пятницы пятницы да что у нас здесь происходит давайте попробую навести на экран просто чтобы не особенно не отвлекаться да и мы просто посмотрим побеги что у нас происходит смотрите вот у нас этот уровень мы в него бились это я не помню что это у нас четвертая 4 получается бились под завершение дня потом мы проломили вышли опять от него откатили пробились и сейчас на собственно говоря здесь получился зеркальный уровень собственно логика входа понятно да цена ударилась дальше у нас соответственно после медвежьей свечи сразу пошла бычья прямо на касание этого уровня и здесь мы видим рост объема закрывать позицию буду по рынку сейчас мне прямо но не до того чтобы вымерять скорее всего красный ресник 1 18 35 мне вполне подойдет и так пока предыдущая часть дневника у нас заливается на youtube у нас есть сделка соответственно продолжаем новую серию и так что у нас здесь давайте обосную позицию я вошел тут где у нас соответственно ну появилась некая реакция формате того что этот уровень защищается кроме того прямо сейчас да ну у меня просто так скажем опыт я часто захожу еще до того панель bigscalper что-то скажет вот прямо сейчас вот можно посмотреть она выдала паттерн да соответственно здесь мы имеем полное право купить в чем выгода того что bigscalper нарисовала нам паттерн это дает нам точную цену от которой мы будем измерять текущую волатильность то есть грубо говоря расстояние до стопа и так текущая волатильность 197 соответственно от закрытия свечки на которой сформирован паттерн мы отмеряем ну грубо говоря 200 пунктов 200 пунктов у нас и будут стопом то бишь это у нас будет цена 1 18 давайте 29 1 18 29 соответственно для нашей позиции открываем ее и соответственно ставим здесь стоп 1 18 29 если я не ошибаюсь вот соответственно здесь мы всю эту историю расставили стоп приказ у нас стоит и соответственно у нас есть точка входа давайте еще раз посмотрим на bigscalper евродор все в общем то здесь вполне все понятно и допустимо плюс мы под защитой глобального красного это самый сильный уровень реза самый сильный уровень bigtrader bigscalper который располагает по цене 1 18 39 соответственно если цена уйдет ниже него но это практически гарантия того что мы будем снижаться значит стоп будет максимально адекватным по рискам мы здесь рискуем грубо говоря 10 процентов от стартового депозита достаточно высокий риск но я больше скажу что если у нас сейчас цена начнет закрепляться я здесь вам покажу еще и пирамидинг мы очень быстренько здесь заработаем и отыграем убыток ну тот самый убыток который был в предыдущей серии ну что ж друзья этот понедельник точно обещает быть жарким в общем а что у нас здесь происходит у нас цена вышла от моей точки входа до за этот уровень открытия и соответственно здесь был красненький ресник он сейчас отредактировался нас немножко но в любом случае объемы здесь были плюс мы видим вот эту вот область до горизонтала к предыдущего дня где соответственно эту цену откуда и собственно говоря выкинула поэтому прямо сейчас я открываю дополнительный ордер на покупку вот мы с вами так и пирамидим а сейчас давайте немножечко объясню почему я так себя веду значит смотри у нас получилось что у нас цена ударилась в уровень мы увидели здесь защиту у нас система big scalper дала нам паттерн мы за счет того что у нас на тот момент была указана определенная волатильность выставили стоп приказ на всякий случай да покажу что этот стоп приказ у нас не затронут вот он дал он здесь до сих пор стоит все с ним хорошо отсюда уже вот с этой области тут трейдеры принимали массово свои решения покупать или продавать да здесь есть объемы то есть по big scalper вы это сразу видите он вам рисует красным цветом эти моменты эти цены когда цена у нас ударилась в эти цены котировки до ударились мы увидели что очень резкий пошел рост и это позволяет нам добавить еще одну позицию того у нас их две на покупку потому что здесь с точки зрения фундамента с точки зрения цена образования но абсолютно понятная история что у нас один раз уровень защитился второй защитился вот у нас опять уровень добавился рс а до видно что именно с точки рс а насколько это качественный уровня как только она в него сразу же выскочила то есть как минимум это всегда очень хорошие уровнем big scalper она вообще нацелен на то чтобы вы просто брали маленькие сделочки да то есть формате ударились в уровень та же самая пипсов когда посмотрели текущую волатильность а покупка стока тону формате волатильности да и соответственно господи цель формате волатильности да и стоп формате волатильность все быстренько заработали денежки все начали искать что-то дальше я бы и такое записывал но в нашем формате это не очень комфортно будет да потому что здесь мне желательно хотя бы сделку вести два-три часа чтобы записывать какую-то ну чем я занимаюсь до в процессе введение этой позиции. Вот, соответственно, если я увижу еще один бар закрытый выше этого уровня, это будет еще одна позиция. Ну, больше треха никогда не добавляю. Почему? Если второй закроется, это тоже будет дополнительная история. Потому что вот это было усилие, вот это было усилие, а бар закрытый выше этих уровней, даже не коснувшийся их, это уже результат. Вот, соответственно, дальше, ну, банально, ближайшие цели можно взять в формате этих горизонталов, если свеча будет небольшая, или в формате высоких горизонтальных объемов, да, которые у нас выстроены за сегодняшний день. Соответственно, здесь можно будет заработать и до 50% к депозиту. Не делайте так, пожалуйста. Я это делаю для блога, для того, чтобы вам было интересно смотреть, наблюдать за эмоциями, потому что, ну, стандартно, я уже как опытный трейдер, да, можно, наверное, так назвать, когда я торгую стандартными рисками, но у меня это вообще эмоции не вызывает, то есть, ну, вам будет максимально скучно. Я подумал, что если я буду жахать прям, ну, вы хотя бы увидите свои же эмоции, да, что я их тоже могу испытывать. Все нормально, все мы такими были, возможно, в какие-то моменты даже будем, но стандартно вы приходите к пониманию того, что если ваша стратегия стабильно приносит долгие годы деньги, а BigSculper точно такая система, то, собственно говоря, чего вы переживаете? Ну, закройте там по убытку, потом заработаете. Как-то так. Так, ну что ж, добавляем еще одну позицию. Свечка у нас, а что такое? Ой, я немножко не успел. Сейчас можно косикнуть. Ну что, ну здесь же вон внизу 30 минут уже, ты чего? Ой, чего тебе там не хватает? Давай, 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 расти. А, еще 5 секунд осталось. Вот так вот бывает, когда слишком сильно поторопишься. Надеюсь, будет бычий. Все, она бычий, отлично. Соответственно, это дает мне возможность сделать что? Ну, угадаем. Да, это означает, эта свечка означает для меня результат. Да, она небольшая, да, здесь какие-то там у нее сопротивления. Очень часто это загонка для толпы, чтобы вы подумали, что, ой, все, там как-то что-то сложно. А что сложно-то? Вы в BigE посмотрите. И в BigE здесь уровней никаких не рисует. Ну да, конечно, у нас тут очень рядышком уже горизонтальные объемы предыдущего дня, да. Что это у нас, хотя воскресенье называйте, пятница, да. Но мы видим здесь, мы видим здесь уровень, мы видим здесь уровень. Ну, этот уровень я, кстати, сам построил, потому что у нас, видите, вот когда разделение вот такое идет между пятницей и понедельником, то она максимум-миниум открытия строит по этой вот фигне. Никак от этого не избавиться у подобных брокеров, поэтому здесь, ну, я думаю, это не сложный уровень, да. Открытие-закрытие предыдущего дня максимум-миниум построить. Соответственно, вот это зелененьки-то я сам поставил. Вот, ну, к тому же, даже без него, да, у нас есть глобальный рестник красный, от которого пошла движушка. И, кроме того, он прям располагается в области активного принятия решений трейдерами. Так что это очень хороший знак, и эта свечка является для нас свечой результата. Все, теперь дожидаюсь результата. Где-то часа через два мне к психотерапевту ехать. Я думаю, что я закрою эту позицию пораньше. Так что ждем. Итак, друзья, день у меня сегодня насыщенный. Я еще еду к психотерапевту. На самом деле, к психотерапевту еду для того, чтобы не только решить какие-то личностные проблемы многие, а из-за этого ходят. Я считаю, что любому трейдеру просто обязан, у каждого трейдера обязан быть психотерапевт. Давайте, ладно, пока что посмотрим на графику. У меня, грубо говоря, 16% прибыли. Я эту позицию закрываю, чтобы мне не нервничать на сеансе у психотерапевта. Я считаю, что за сегодняшний день 3% я отдал. И вполне себе так очень даже прикольненько получается, что я сегодня заработал еще и куда больше. Итого, смотрим на депозит. То есть 27% прибыли уже есть. Буквально сегодня я выпускал серию дневника о том, что я 3% рынку отдал. В итоге, по итогу, я сегодня заработал. Вот такие вот чудеса у нас на рынке часто случаются. Нужно к ним быть готовым. И тогда они обязательно с вами будут происходить. Сейчас мне нужно будет съездить. У меня очень болит опять сторона. Вот тут вот. У меня нос с детства переоманный периодически. У меня, короче, гаймориты эти и подобная история. Поэтому постоянно в нос колят такими большими спицами. Там столько каки вылезает. Я просто боюсь. Боюсь операций. Я никогда в жизни не был на операциях. Мне вообще нос надо впрямлять. То есть, чтобы вот эта история не повторялась. Поэтому сейчас я поеду за аквалором прочищаться как только можно. Надеюсь, просто уже начинает башка побаливать. Не хотелось бы закончить это печально. Покупаю всю эту штуку и еду к психотерапевту. Надеюсь, он мне разрешит эту историю, чтобы я перестал бояться врачей. А вообще, про психотерапевта не договорил. Самая важная история. Я сейчас включу вентилятор, потому что уже просто не могу. У меня очень-очень-очень-очень жарко. Но он сейчас шуметь начнет очень сильно. Так. В общем, что хотел сказать. Психотерапевт должен быть абсолютно у каждого трейдера. Очень громко. Психотерапевт должен быть у каждого трейдера. Я считаю именно по той простой причине, что, понимаете, вы испытываете каждый день очень большие жесткие эмоции. Каждый раз вы рискуете тем, что потеряете деньги. А для человека, ну, первобытная история, да, деньги для нас это средство к существованию. То есть, если нет денег, тебе не на что кормить себя, свою жену, ребенка. То есть, это очень проблематичная история. Никто вообще, я вам отвечаю, никто, даже предприниматель не испытывает таких жестких нагрузок. Почему я большую частью занимаюсь предпринимательством? Трейдинг для меня такое средство дополнительного заработка. То есть, я никогда не ставлю в формате того, что трейдинг это то, на чем я буду зарабатывать. Ничего подобного. И я очень стремлюсь к тому, чтобы стать в этой сфере лучшим. Я думаю, это понятная история. Как для каждого человека это очень правильно, быть в своей сфере лучшим. Я очень хочу быть лучшим в сфере трейдинга, да, чтобы, ну, как минимум, потому что, когда я пришел в эту сферу, здесь был один лохотрон. И, в общем-то, сейчас-то ничего не меняется. Я пытаюсь, он недавно случай был, да, у нас человек в Телеграм что-то пишет. Здравствуйте, а вы даете гарантию, что ваш робот не сольет мне депозиты? Я просто говорю, нет, понимаешь, мы не можем дать гарантию, мы тестируем за очень долгие годы, мы делаем предпродажные мониторинги, то есть, у тебя есть уверенность в том, что эта система проверена, что она зарабатывала долгие годы, и, соответственно, у нее есть мониторинг на реальном счете, то есть, доказательство того, что нет никаких багов. Он говорит, ну, все понятно, вы лохотронщики. Он просто не понимает. То есть, если бы я ему сказал, да, я тебе даю гарантию, стопутал, да, потом бы, ну, нафиг его послал, то есть, нет. Вот я просто, честно, не понимаю, но я очень надеюсь, что однажды со временем, особенно, почему я веду YouTube, для меня очень важно, чтобы вы со мной лично познакомились, чтобы вы понимали, что моя задача как раз-таки состоит в том, чтобы дать вам честный продукт. Это не значит, что это будет грааль. Я бы очень хотел и работаю постоянно над тем, чтобы создать какую-то граальную систему, которую точно никогда не будет сливать. Но то, что я реально делаю, я даю вам честный продукт. Со всеми его минусами и плюсами, да. Но я вам показываю, как эти инструменты работают. Вы видите это на живом примере. И да, я прекрасно осознаю, что с такими рисками этот депозит может быть слит. Но я это веду для того, чтобы вы видели, насколько это эффективные инструменты, и чтобы вы сравнили, а кто-нибудь еще-то сможет так вот, учителя эти, кинь стратегии, кинь роботы, смогут ли сделать так же, как это делаем мы. Вот, поэтому, ну, ушел немножко от темы, да. Я психотерапевт, это такая история, которая нужна каждому трейдеру именно для того, чтобы вы держали свой разум в рамках именно той деятельности, которую вы ведете. Потому что, если вы начнете переживать то, что вы открываете сделку, на очень частые истории, вы просто боитесь, что вы сольете. То есть, это могут быть какие-то детские травмы, что у вас, допустим, у меня очень нищая семья была. Очень, безумно нищая. То есть, в детстве я реально по два дня не ел. Вот, вообще не ел. Это не шутка. То есть, даже корки хлеба не было. И это такая момента, которая тебе потом в будущем на твою взрослую жизнь отражается как? Ты очень боишься отдать деньги. Боишься отдать деньги рынку, боишься там покупать что-то безумно дорогое, потому что, а вдруг тебе это потом не надо. То есть, это вот та самая лакмусовая бумажка, которую психотерапевт, именно психотерапевт. Потому что я проходил психолога в Москве, очень умно говорит, очень много понимаешь в жизни, да. Но именно психотерапевт, это врач, который знает, как эти моменты лечить. Поэтому всем вам желаю психологического здоровья. А этот ролик постараюсь запилить сегодня ночью, чтобы дальше следующие дни уже не накладывались друг на друга. Так, ну что, господа, во-первых, конечно же интересно было бы услышать мнение тех, кто тоже страдает гайморитом. Так, вот что мне посоветовали девчонки в аптеке. В общем, аквалор какой-то мега-мега сильный, который там всякие бактерии разрушает. И еще таблетки Синупред. Вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь пользовался, говорят, типа выпиваешь и все само вылезает. Хотелось бы в это верить, потому что, честно говоря, это очень больно и страшно, когда я сейчас спиху в нос свою. Все, в общем, что мне надо было взять, я взял, поеду к психотерапевту. И, наверное, на этом наш выпуск подходит к завершению. Всем профита, всем успешных сделок. Если не успешных, то чтобы вы не падали духом и брались с новыми силами, с новыми стратегиями за наше нелегкое дело. Я уверен, что чем больше будет нас, тех, кто будет не сдаваться, кто будет разрабатывать новые стратегии, искать новые подходы к заработку, обязательно именно у нас, именно в нашей стране, мне хотелось бы в это верить, появятся люди, которые действительно смогут показать всему миру, как именно нужно торговать на рынке, который создан был за рубежом. Субтитры сделал DimaTorzok